В Самаре продолжаются работы по строительству новой станции метро. Их контролирует региональный заказчик и администрация города. Сейчас на Галактионовской находится кран, грузоподъемностью 750 тонн. Он необходим для дальнейшего монтажа тоннеля проходческого механизированного комплекса, элементы которого доставляют на стройплощадку. После того, как эти работы завершат на Галактионовской, кран перейдет в район Полевой и Новосадовой, где также будет занят в монтаже еще одного тоннеля проходческого комплекса. К этому времени в исторической части города после сборки ТПМК должны приступить к пусконаладке комплекса. Этот процесс включит в себя и первые 50 метров проходки. Но прежде предстоит регистрация объекта в Ростехнадзоре и получение разрешения на пуск счета на первом тестовом участке протяженностью 50 метров. В стартовом котловане на улице Галактионовской устроено ложе. Ведется монтаж рельсошпальной решетки для вагонеток, чтобы в дальнейшем вывозить грунт из тоннеля и в целом обслуживать тоннель и проходческий комплекс. Обозначен вход в будущий тоннель. Его диаметр будет порядка 6 метров. ТПМК по частям опустит автокраном на ложе. Сборка будет организована внизу в котловане, на участке ближе к перекрестку улиц Галактионовской и Вилоновской. Горожанам напоминают, что ни одно столь масштабное строительство не обходится без неудобств. Но они временные. После ввода новой станции в эксплуатацию, город, его жители и гости региональной столицы получат массу преимуществ. Прежде всего театральные свяжут удаленные районы с историческим центром Самары. В связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока в подземке, минимум на 15% планируется уменьшить интервалы движения поездов. Ну, безусловно, развитие метро – это всегда и показатель для жителей города, что город в принципе развивается. И это, конечно, удобство перемещения из отдаленных районов города в центр города. Но и в принципе развитие сети метро сказывается как на инвестиционном климате, так и на мнении жителей о том, насколько комфортна городская среда. Но, безусловно, это снимает напряжение с городских магистралей. Продолжение следует...